МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этих же самых маршрутках пишут, что Белов и Гойхман в прямом смысле могильщики общественного транспорта, и когда безобразие прекратится? В общем-то ничего особенного не происходит, просто впервые за многие годы выстраивается система работы в транспорте, причем система основана на нескольких документах, которые в последнее время вышли. Это 220-й федеральный закон, это новая комплексная транспортная схема, одна из ее подразделений – это маршрутная сеть. Ну и есть еще один документ, говорящий о том, что тот объем дорожных транспортных происшествий, которые происходят в Нижнем Новгороде, говорит о том, что законы, связанные с безопасностью движения, к сожалению, участных перевозчиков в Нижнем Новгороде не выполняется. Это в первую очередь выпуск подвижного состава, это выпуск подвижного состава, который бы предусматривал выполнение всех транспортных законов, это в первую очередь медицинский пункт, это механик ОТК, который отвечает за техническое состояние высшего транспортного средства на линию, это диспетчер, это график, это расписание. То есть все те документы после 2014, 2015, 2016, 2017 года, они практически направлены на наведение порядка в сфере транспортных услуг. Вот этим сегодня занимается администрация Нижнего Новгорода вместе с комиссией по транспорту и связи. Собственно вопрос о дисциплине. Почему маршруточники в начале месяца отказались выходить на рейс? И насколько здесь действительно применимо слово «саботаж»? Ну здесь двойной подход, в моем понимании это саботаж, для того, чтобы показать, что в данной ситуации муниципальные предприятия не справятся с теми нагрузками, с теми объемами перевозок. Впоследствии частные перевозчики, которые не вышли на маршрут, сказали, что департамент транспорта их вовремя не оповестил о том, что нужно получить документы и стикеры на продление маршрутов. Я не хочу сегодня искать правых и виноватов, самое главное, что действительно на 6 маршрутов частные перевозчики не вышли, и время для подготовки муниципальных перевозчиков, для того, чтобы закрыть эти брешки, было крайне мало. Но я должен сегодня сказать, что в первую смену автобусы не вышли на линию, но ровно через 3 часа муниципальный транспорт практически решил задачу перевозки наших нижегородцев. Это говорит лишь только о том, что задублированность действительно большая, и что сегодня даже при таких вещах, как забастовка или саботаж, муниципальный транспорт ровно, если бы 2 июня, это произошло 1 июня, а если бы 2 июня произошло все то же самое, то муниципальный транспорт уже перестроился, и, в общем-то, достаточно четко и профессионально сделал бы свое дело. Отсюда финал всей этой истории, да, ежедневные дорожно-транспортные происшествия с участием частных перевозчиков. Значит, последняя драка меня вообще просто шокировала, просто шокировала между водителями автобусов там и за пассажиров, и все это в присутствии пассажиров. Что мы сегодня требуем от частных перевозчиков, от администрации и комиссии? Требуем. Комиссия еще и контролирует работу администрации Нижнего Новгорода в этом направлении. Прочитать 220-й закон, выполнять все, что в нем записано, значит, и предъявляем требования к тому подвижному составу, который на сегодняшний день по всем законам, транспортным законам, не имеет права работать на линии Нижнего Новгорода. Он амортизирован на 100%. Нам часто говорят, ну вот у муниципального предприятия там же тоже есть амортизированные автобусы. Да, высокая амортизация, да. Поэтому сегодня администрация Нижнего Новгорода искала возможности с помощью правительства Нижегородской области, которое выделяло определенные деньги и первые транши на закупку подвижного состава. Поэтому администрация сегодня Нижнего Новгорода. 50 автобусов закупила, 150 на конкурсе, и в течение 2-3 месяцев они тоже будут закуплены. То есть здесь всего лишь мы говорим, ну вы равняйтесь на муниципальные предприятия. Сегодня муниципальные предприятия тоже в сложной экономической ситуации. Имеются некие долги за работу в 2014-2015 году. Но тем не менее изыскивает возможность и понимает, что проблема сегодня-то существует. Есть ряд проблем. Мы сегодня ведем политику о переходе на безналичный расчет с пассажиров. Значит, чтобы не ходили в обороте наличные деньги. Это же не учтенка, как говорят те же самые переводчики на алл. Нет, это не есть хорошо. Это уход от налогов и прочих вещей. Здесь наведение порядков. Поэтому то, что мы прописали в законе по пассажирским перевозкам, это в первую очередь мы прописали условия работы в перевозке частных перевозчиков по нерегулируемым. Это та же самая GPS, легалонас, навигация и так далее. Это и упорядочная система, и анализ сети, которая сегодня существует. Это можно гибко менять, эту систему перевозок, в зависимости от того, как отвечает рынок, время года и так далее. Администрация города, администрация области идет правильной дорогой по реформированию транспорта в городе Нижнем Новгороде. И в первую очередь вопросами мы ставим безопасность и комфортное передвижение. Вот эти вопросы, они в приоритетном порядке. И то, что будут проводиться конкурсы открытые. И мы призываем всех перевозчиков, которые готовы все-таки выходить на конкурс, на прозрачный конкурс, поигрывать и заниматься по перевозкам. Алексей Липович, ну и будущее транспортных перевозок, что и когда самое главное изменится? Еще раз повторю, что сегодня примечательно, что очень хорошо, что у администрации Нижнего Новгорода есть дорожная карта, по которой она двигается, и несмотря на все выступления, на все демонстрации, на все недовольство отдельных частных перевозчиков, потому что большинство сегодня частных перевозчиков согласно с действиями администрации, и в общем-то согласно, что дальше уже двигаться вот так, как двигались в обслуживании перевозок, так нельзя. Поэтому, несмотря на все эти выступления, несмотря на все эти забастовки, есть дорожная карта. Она сегодня выполняется в полном объеме. Согласно этой дорожной карте, значит, первый и второй лот конкурсов объявлены. Значит, после этого частные перевозчики вместе с муниципальными предприятиями и департамент транспорта составят единое расписание, по которому они будут работать. Дальше сейчас ведется большая работа по замене остановочных павильонов, так, чтобы на остановочном павильоне было не только приятно ждать автобуса, но и пассажиры четко знали, увидев электронное табло, через сколько придет тот или иной транспорт, тот или иной маршрут, по которому надо двигаться. Также у остановочного павильона можно было купить одноразовый билет, многоразовый билет. Сегодня ведется работа по подготовке водительского состава. Сегодня ведется, я уже говорил, работа по замене подвижного состава. Так получилось. Я думаю, что транспортную работу надо вести регулярно, не только применительно к чемпионату мира. Так получается, что по всем срокам, по срокам, которые указаны в дорожной карте, к второму кварталу 2018 года Нижний Новгород будет иметь уже и другое качество пассажирских перевозок, другой подвижной состав, другие остановочные павильоны. То есть это уже будет похоже на Москву. Спасибо большое, Алексей Дмитриевич. Спасибо.